Товары, сделанные руками заключенных. Во Владивостоке открылась выставка продукции, изготовленной в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморья. Мебель, швейные изделия, стройматериалы и многое другое. Приятно удивляют цены. Ручная работа дешевле, чем в обычных магазинах. Понравились нарды. Но я посещала еще прошлую выставку, как бы более был выбор. Хочу купить себе булаву. Мне кажется, это необходимо. Просто вот в машину положить даже себе. Очень понравились кованые изделия, мангалы интересные, изделия из дерева, нарды. Очень хороший как подарок друзьям. На выставке с поэтичным названием «Жизнь продолжается в искусстве» поражает, насколько качественно выполнены все изделия. Пусть они и создавались в местах лишения свободы, но сразу видно – сделаны с душой. А это диваны из экоротанга. Такие диваны долговечные, прочные, они не мокнут и идеально подходят для дачи или внутреннего убранства дома. И таких эксклюзивных вещей здесь множество. Вот ловушка для краба, показавшая себя в условиях промысловой ловли. А вот такие малые архитектурные формы стоят практически во всех дошкольных учреждениях Уссурийска. Кирпичи и брусчатка используются для благоустройства находкинского городского округа. Отдельного внимания заслуживают кованые изделия, мангалы и наборы для каминов. Это целые произведения искусства. Они к тому же функциональны и качественно выполнены. Каждое изделие делается по индивидуальному заказу. В Приморском крае существует 11 центров трудовой адаптации осужденных, где люди заняты в различных отраслях производства. Осужденные здесь работают, производят продукцию, получают за это заработную плату. Многие платят иски потерпевшим. Он входит в мир, у него уже есть навыки, он работал, у него есть и денежные средства, какие он заработал в процессе нахождения в колонии. Это все-таки большой плюс, чтобы он повторно не совершил преступления и не оказался у нас. Главная цель подобных выставок – раскрыть для государственных и коммерческих организаций производственный потенциал уголовной исполнительной системы. Ведь, по сути, во многих приморских колониях работают предприятия, которые могут и готовы выполнять самые разные заказы.